Восемь вечера в Украине на Интере подробности в студии Алексей Лихман. Здравствуйте. Сорванная вакцинация. Какие эпидемии грозят украинским детям? А то по другую сторону. Что за тайны выболтали пьяные российские солдаты иностранным журналистам? Китайская тяга к демократии. Эксклюзивный материал подробностей из палаточного городка в Гонконге. Начнем со скандала дня. Ведущего программы «Черное зеркало» чуть было не депортировали из Украины. Все подробности узнаем непосредственно у Евгения Киселева. Он успел переехать к нам на эфир. Евгений, здравствуйте. Спасибо, что просили прийти. Вот если кратко, вас несколько часов промариновали сегодня в аэропорту Борисполь. Госпогранслужба вас не впускала в Украину, да? Совершенно верно. Кстати, сразу хочу сказать, что Госпогранслужбе никаких претензий у меня нет. Они исполнители, они были предельно корректны, вежливы и так далее. На что они ссылались и когда все же вас впустили в Украину, чем объяснили произошедшее? Недоразумением. Недоразумением? Чем связано? Пока что это загадка. Я могу только строить предположение. Дело в том, что когда они мне об этом объявили, они сказали, что вот у нас есть распоряжение некоего, неназванного, уполномоченного на то по закону государственного ведомства Украины, которое распорядилось гражданина Киселева Евгения Алексеевича в Украину более не допускать. Почему такое решение принято, на каких основаниях и так далее, мне неведомо. Может они вас с Дмитрием Киселевым спутали? Не думаю. Я не думаю, что у вас нетрудно. Я надеюсь, что ответы мы услышим. Единственное, что я могу сказать, что лично Валентин Наливайченко, руководитель службы безопасности Украины, директор СБУ, позвонил мне по телефону, принес извинения. Ну, сказал, что это недоразумение, технический вопрос перепутали с другим Киселевым, другим Евгением, наверное, Алексеевичем тоже, наверное, тоже 15 июня 1956 года рождения. Ну, всякое бывает, которое к тому же представляет собой некую угрозу безопасности Украины. Не верю, честно говоря, в такие недоразумения, такие совпадения. Здесь много совпадений, действительно. Я вам хочу сказать, что президент Украины дал поручение разобраться с этой историей. Вы связываете произошедшее все же с вашей профессиональной деятельностью или нет? Ну, конечно, я вам ощущение. Возможно, были какие-то предупреждения, какие-то звонки, какие-то с какими угрозами. Как говорится, ко мне не обращался, никто меня не пытался там запугивать, шантажировать. Такого не было. Не буду, как говорится, напрасленно ни на кого возводить. Но я прекрасно понимаю, что последние дни перед выборами, напряженная политическая борьба. В студии «Черного зеркала» вы отлично это знаете, вы свидетель, вы вместе со мной ведете эту передачу. Приходят люди, политики, кандидаты в депутаты, общественные деятели, журналисты, которые иногда выступают с очень жесткими критическими комментариями в адрес сильных мира сего. Кому-то из сильных мира сего могло не понравиться. Ну, я не исключаю даже такое. Знаете, когда такие события с человеком происходят, можно поверить в разного рода конспирологические вещи. То, знаете, там у меня есть недоброжелатели и по ту сторону российской границы. Я, знаете, к так называемой пятой колонии отношусь. То есть к тем людям, которые поддерживают Украину словом и делом. Знаете, у российских спецслужб могут быть длинные руки. Может, они тут, как говорится, постарались такую свинью подложить. Для этого не нужно иметь агентуру на высоком уровне. Достаточно, как говорится, письмо водителя какого-то иметь, который где-то там фамилию Дмитрий Киселев переправит на Евгений Киселев. Но политически, конечно, вот так вот успокоившись, немножко разобравшись со своими мыслями, я думаю, что на самом деле действуют люди, которые бьют во власть. Которые хотят скомпрометировать, прежде всего, президента страны. Потому что такие скандалы, ну они, конечно же, мгновенно выливаются в средства массовой информации. Мне уже там и из-за границы звонили мои знакомые, друзья, французские, английские, американские журналисты. Вот New York Times об этом статью собирается писать. И всегда это можно использовать против президента, прежде всего. Спасибо, Евгений. Будем ждать результатов расследования, проверки. Поставлю позитивную точку. Завтра «Черному зеркалу» с Евгением Киселевым все же будет. Все смотрите. Спасибо огромное. Спасибо, что встретимся в студии «Черного зеркала» завтра. Это «Черное зеркало» предыдущая программа «Черное зеркало». Ну, а мы сейчас давайте с вами узнаем последние новости из зоны проведения АТО. Начнем с Донецкой области. На связи с нами Ирина Баглай. Ирочка, здравствуй. Где ты была сегодня? Что видела? Прошу ты в эфире. Мне сообщает режиссерская группа о том, что у нас пропал видеосигнал, у нас нет связи с Ириной. Я попрошу восстановить связь. Мы вернемся к разговору с Ириной на протяжении программы. Ну, а сейчас давайте узнаем, как сегодня прошел день в оккупированных Луганске, Донецке и Ясиноватой. Давайте послушаем жителей, которым нам удалось дозвониться. Воды, значит, нет, настроения тоже нет, потому что ничего хорошего в городе очень все печально. Может, потому что холодно стало, и людям нечем отапливать свои квартиры, и они как бы покидают город. Живем за то, что у нас отложены деньги есть. И я как бы подрабатываю в стоматологической клинике. Ну, естественно, не такой заработок, как был раньше, но, тем не менее, хоть что-то зарабатываю. Не стреляют пока. Вчера стреляли. Все есть, что и было, как бы без изменений, перестали стрелять сегодня, и это очень радует. И денег в регионе не платят с июля месяца. Не платят вообще. Мы живем на остатках. Кто не имеет такой возможности, значит, даже хлеб печет из муки, которую мы получаем из гуманитарных пайков. Мы выживаем здесь, а не живем. Луганская область. Там продолжает работу Андрей Лащ. Андрей, здравствуй. Как день прошел? Новости какие у тебя? Леша, боевики в Луганской области продолжают соблюдать режим прекращения огня. Об атаках на силы АТО солдаты с передовой не сообщают. В покое оставили даже военных на блокпосту в Смелом. Вторые сутки их не бомбят. Ничего не было неких провокаций со стороны противника. Ожидают. Слухи идут, что где-то они могут даже кольцом взять. Реально могут. Работники СБУ и бойцы Айдара тем временем обнаружили сразу два тайника террористов. В Станично-Луганском районе нашли семь реактивно-противотанковых гранатометов, 20 гранат и более 2000 патронов. Кроме того, в одном из заброшенных зданий в части обнаружили взрывчатку. Боевики готовились к провокациям в день голосования. В этом схроне обнаружено 2,8 килограмма тротила в тротиловых шашках и 6 электротехнаторов к ним. Это планировали проводить провокации и подрывы в Станично-Луганском и Новыйдарском районе. Жители города постепенно приходят в себя после окончания боевых действий. В школе-интернате получают гуманитарную помощь, волонтеры и просто неравнодушные присылают ее из Киева, Харькова, Львова и даже Израиля. Помогают работникам волонтеры и медицинским оборудованием, правда недорогостоящим, но сейчас здесь любой помощи рады. Просят также присылать приборы для дезинфекции и лечения. Нам нужны аппараты, куфы, нам нужны электрофорез, нам необходим тоже, он тоже нужен для лечения фронтхитовой пневмонии. Так как сейчас очень холодно и дети ослаблены. Помощь от Кабмина ждут работники городской больницы, они три месяца не получают денег из-за бюрократических проволочек. Средств нет даже на стекло, а долги за отопление только накапливаются. Это должно быть решение отдельного кабинета министров именно по частинской больнице, чтобы выделить дополнительное финансирование Новоайдарскому району, а Новоайдарский район потом нас профинансирует. А вот в селе Брянка террористы выстрелами в воздух разогнали митинг, люди требовали погасить задолженность перед пенсионерами. Теперь боевики разыскивают организаторов акции, их дальнейшая судьба пока не сна. Мы продолжаем следить за развитием событий в Луганской области, Леш. Спасибо за работу. Это был Андрей Лащ, он продолжает работать в Луганской области. Концертный тур по оккупированным территориям планирует Кобзон. Вроде как. А вот что не вроде как с российскими кадрами военными на Донбассе, давайте узнаем у Данила Русакова, он в Москве. Откровение пяти российских военных из луганского кафе «Плакучие» Ива перепечатала даже издание «Ведомости». Статью, написанную по впечатлениям корреспондента «Фанэншел Таймс», разместили на официальном сайте. Из текста следуя действующих кадровых военных Федерация на Донбасс забросила почти месяц назад, то есть уже после подписания перемирия. Их задача натаскивать местных боевиков. На вопрос западных журналистов, как они оказались на территории другой стороны, зеленые человечки с уха ответили добровольно. Что же это за отпуск такой больше месяца и почему в отгулы люди поехали в форме, да еще и с табельным оружием? Не говорят. Как и то, где квартируются отчаянные борцы за свободу и добро из Воронежской области. Зато стало известно о месте проживания профессиональных наемников. Гостиница «Рмада» в самом центре Донецка. Номер сутки здесь стоит от 100 долларов и выше. В самом факте о прилюднении такой информации ничего сенсационного не имеет. Також ничего сенсационного не имеет и в самой информации. Российские войскови, звичайно, принимали участь, брали участь в подъехах в Украине. И скрывать присутствие своих солдат на территории другого государства Кремлю все труднее. Жертв много, объяснять как-то надо. Видимо, поэтому из властных кабинетов выплюнули новый документ. Он уже утвержден и вступит в силу в январе 2016-го. Речь идет о денежных компенсациях погибшим на учениях. Вот такая витиеватая формулировка. Хорошо, хоть и не заблудившимся. Но для многих понятно, за всем этим скрываются именно украинские события. К тому же, если вспомнить последний скандал с арестованной, а затем по-быстрому отпущенной активистки из комитета солдатских матерей Людмилы Богоденковой, она одна из первых, кто объявил войну в войне на Донбассе. Женщина много рассказывала о Грузе-200, адресат Россия, а еще запросы комитета по правам человека о судьбе 9 контрактников из 18-й мотострелковой бригады. Со школы негодования власть справляется все хуже. По всей видимости, новый документ – это отчаянный шаг. Успокоит ли он тех, кому привезли мертвого сына, брата или мужа? А таких со временем будет еще больше. И сколько это будет стоить? Хороший вопрос. Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал «Интер». Бойцы батальона «Айдар» нагрянули в Березовский район Одесской области. Не просто так, а с люстрацией. Как все это происходило, видела Ольга Серова. Село Демидово. Айдаровцы привезли помощь отцу Вадима Ефремова. Об этом пограничнике мы рассказывали месяц назад. Он был тяжело ранен. Под Мариуполем обгорела треть тела. Тогда люди всем районам собрали деньги на лечение – 73 тысячи гривен. Но почти вся сумма почему-то осталась у чиновников. Если чиновники, а как же крестьянину жить? Если они крадут у людей деньги, солдатские деньги, люди собирали. Это не то, что там с бюджета или с государства. После выхода сюжета и вмешательства прокуратуры все деньги отдали Вадиму. Сейчас он идет на поправку. В Березовке уверены, только из-за поднятого шума чиновники не присвоили деньги. Потому что люди не верят в власти. И лично Олегу Анатольевичу Богомилу не верят. Так как он много нечестных поступков, будучи на посаде, до этого делал. Олег Богомил – глава райсовета. Главный фигурант темной истории с деньгами. Бывший регионал, теперь якобы демократ. Сейчас березовцы возмущены. Он не скрывая, использует админресурс в пользу одного из кандидатов. Когда глава райсовета занимается установкой бигборда, я понимаю, что не резать никакие рамки. Причем против соперника этого кандидата, действующего депутата от округа, у которого высокие рейтинги, развернулась мощная компания. В негласно идут разговоры о том, что не вздумайте, не ходите навстречу. Делаются неравные условия для всех кандидатов-мажоритарщиков. Именно поэтому бойцы батальона «Айдар» решили нанести иллюстрационный визит березовскому чиновнику. Ни его, ни заместителей на рабочем месте не оказалось. Мы так подозреваем, что он узнал, что мы едем сюда, и быстренько написал заявление о том, что он ушел в отпуск. Через месяц мы вернемся сюда опять, и если чиновники ничего не сделают, то мы будем их иллюстрировать. Иллюстрации с нетерпением ждут и жители соседних районов. Люди надеются, на этот раз перекрасившиеся чиновники вылетят из своих кресел. Выгнать их и все. Сидеть там у креслах, нехай идет коров пасет. Будет ли надой от таких коров, которых станут пасти такие чиновники, это вопрос, который должен беспокоить власть в целом. Если она понимает, в чем дело. Ольга Серова, Юрий Красновский, подробности телеканал Интер. Президент Украины объявил войну контрабанде. Подписал закон об антикоррупционном бюро и назначил нового главу госпогранслужбы. Это генерал-лейтенант Виктор Назаренко. Фронт работы у него широкий. Вот только два примера от президента. Передам вам, передам службу, перевірте. И потом мне доповести, каким образом у нас вдруг на нейтральной зоне появляются десятки и сотни тонн кольоровых металей в машине. И сколько стоит одна машина перед тем, как перетинать? Сколько стоит выход контейнера с цигарками на закарпатской митнице? Не знал? Все для фронта, для единства стран. Что крайне необходимо передовой и что крайне необходимо нашим заводам? И чем они могут помочь друг другу и стране? Узнавала Виктория Максимчук. Электростолбы, бетонные панели и шпалы для железной дороги. Это делают в Гниване Винницкой области. Продают и за границу в Молдову, Грузию, Прибалтику. Но немного. Завод загружен всего на 18%. До конца года заказов нет. Чем платить рабочим непонятно. А могут делать все, что связано с бетоном. И что нужно на фронте. Наши усилия для того, чтобы найти заказчиков с рынка, именно под оборонную промышленность, она, к сожалению, не увенчалась успехом. Могли бы делать такие нужные блокпосты или блиндажи, чтобы их на передовой не копали или не строили вручную. Готовых образцов пока нет, но рабочие примеряются. Эти плиты на передовую не пойдут. Нужны другие. Ну, если сделать куб бетонный, то кулу вытримаем. Так кулу не вытримаем. Готовы работать. Для фронта готовы все работать. Необходимо получить технические характеристики. И в короткий срок силами завода мы готовы произвести оснастку и начать производство. А это жмеринка вагона ремонтный завод. Слесарь без зарплаты. В выходные дни и обеденные перерывы мастерят буржуйки. Надо помочь. Начали. На заводе готовы ремонтировать БТРы и танки. Легенько. Лишаем любые вопросы. Вы поставляете нам, пожалуйста, материалы, а мы все варим, делаем идеально. За моторы не возьмутся, признаются на заводе. Остальное под силу. Мы можем все делать, что связано с металлом. Варить, резать, кроить. И, в конце концов, покрасить потом все как положено. Но заказов нет. Не то, что на ремонт танков. Пассажирские вагоны раньше ремонтировали по ССО 20 в год. Теперь ни одного. А могут же сокрушаться на заводе. Вот увидели домики для переселенцев, которые прислали из Германии и удивились. Мы могли бы сделать не хуже. Мы в свое время делали домики. И могли бы сделать тоже такие, если бы хотя бы, ну, в принципе, даже посмотреть, как они выполнились, каких материалов. Но проблема в том, что Министерство обороны, воно чи глухое, чи слепое. Ну, я не раз писал свои звернення. Рекламую и говорю, что эти люди на энтузиазме в три зміни будут працювати для АТО. Дайте, будь ласка, не стійте там где-то в черзі. Розкидайте эти заказы по всей этой Украине, где эти предприятия есть. А пока что вообще ничего не говорят. Потому что тот министр не почув, пішел. А этот министр только пришел. Но то, что необходимо переселенцам, бойцам, да и нашей промышленности, оказывается ненужным правительству. Там же не холодно, да и зарплату платят исправно. Виктория Максимчук, Алексей Шматов. Подробности в телеканал Интер. Чиновники на местах разрешили принимать в группы невакцинированных детей. Это еще одно следствие деятельности правительства. Чем опасны игры с прививками? Олег Сотников расскажет. Свою младшую дочь Ульяну Юлия Чернявская готовится отдавать в садик уже в следующем летом. Хочет сделать девочке все необходимые прививки. Но вакцины от многих заболеваний просто нет. Сейчас очень много людей вообще, которые против, которые отказники. А если еще и разрешат в садик ходить без прививок, люди вообще перестанут их делать. И я считаю, что они подвергают опасности чужих детей заболеть. Пятилетняя Диана в садик не ходит, сидит дома с бабушкой. Женщина считает, так ребенок будет здоровее. А уж новость о том, что детей в группы теперь принимают и без прививок и вовсе пугают Галину Григорьевну. Где гарантия, что малыши не подхватят друг от друга тот же туберкулез или коклюш? Мало ли, какие дети выросли в каких семьях. Какая наследственность. Даже бывает, что даже гепатитом болеют с рождения детей. Как можно не привить? А КДС не делать? Ну как это? В Николаевском областном департаменте образования успокаивают, если ребенок привит, болеть не будет. Риску подвергаются только невакцинированные дети. А число таких, скажем, в нем все больше. Ведь государство до сих пор не провело тендеры и не закупило необходимых вакцин. Поэтому чиновники и разрешили принимать малышей в детсады после обычного осмотра врача. Або щепление, або заключение медической комиссии, что Дефина здоровая. И я надеюсь, что вакцина на ближайшем часу так сегодня нас запомнивает, медичные заклады забеспечит. Вот был, мы говорили, что был черный вторник для правительства на этой неделе. Люди подняли правильный вопрос. Нет лекарств, нет вакцины, нет прививок для самых маленьких детей. Все из-за того, что правительство, это власть, оно не зная, как вообще править страной и как распоряжаться теми средствами, это люди из прошлого. Оно должно уйти, чтобы больше не возвращаться. Потому что они полностью разрешают страну. И самую важную отрасль – это медицину. Многие родители на авось пронесет, не надеются, покупают вакцины сами. Когда подходила наша очередь, было такое, что не было прививок, но они были платные. Мы покупали и делали платные прививки. Что делать родителям, у которых нет денег на покупку вакцин? Вопрос к правительству, которое сейчас увлечено предвыборной борьбой. Из-за этого малыши из не особо богатых и малообеспеченных семей рискуют своим здоровьем. Олег Сотников, Николай Малышев. Подробности – телеканал Интер. Гонконгский Майдан. Разойдется или и дальше будет стоять? Победит демократия в Анклаве или континентальная портократия? О Гонконге – Светлана Чернецкая. То, что уже почти месяц происходит на улицах Гонконга, совершенно невозможно представить на материковом Китае, где любые проявления вольнодумства душат в зародышах. Гонконг вернулся в азиатскую семью сравнительно недавно, всего 17 лет назад. А до этого полтора века был в британской колонии и жил, можно сказать, на европейский манер. В 1997 Великобритания отдала свою заморскую территорию в управление Пекином, но при условии особого статуса для Гонконга. Он стал специальным административным районом Китая. То, что район особый, видно сразу. Британские традиции и в левостороннем движении, и в любви местных к рикету, гольфу и лошадиным скачкам. По вечерам люди собираются в фабах. Имена у многих в Гонконгском английские. Мы общались сразу с несколькими Эриками, Чарльзами и Джонами. Но важнее то, что ментальность жителей за эти 150 лет тоже изменилась. И поэтому диктатуру Компартии здесь восприняли так эмоционально. Согласно декларации Лондона и Пекина, еще полвека после передачи Гонконг должен сохранять свои законы и высокую степень автономии. Получается, Китай, вмешиваясь в выборы главы администрации Гонконга, нарушает договор. Мы гарантировали людям определенные свободы. Свободу слова, свободу демонстраций, поддержку системы свободного предпринимательства. И мы следим за тем, чтобы все наши договоренности с Китаем соблюдались. Китай сейчас в положении Сукцванга, когда любой последующий ход приведет к ухудшению ситуации. Уступить протесту он не может. Тогда и в других регионах страны поймут, что демонстрациями можно добиться своего. И прежде всего, волнение следует ожидать в Сын-Дян-Уйгурском автономном районе. Он и без того самый неспокойный. Там и теракты, и беспорядки. Но и разогнать Гонконгский Майдан Пекин тоже не может. Этот протест уже показал. Попытки полиции его подавить выводили на улицу еще больше сочувствующих революции. А если задействовать против молодежи танки и автоматчиков, то можно получить не только народное восстание, но и нарваться на осуждение всего мира. В конце концов, Китай будет вынужден принять ключевые ценности уважения к человеческим правам и верховенства закона, если хочешь, чтобы его воспринимали как полноценную часть мирового сообщества. Все-таки это 21 век. Пока Пекин делает вид, что не вмешивается в ход протестов. Мол, это внутренние проблемы, и с ними должны разобраться местные власти. Администрация Гонконга формально вступила в переговоры со студентами, но ничего не обещая, требует немедленно убрать палаточные городки, с чем протестующие, конечно же, категорически не согласны. Мы понимаем, что по меркам Пекина хотим многого самим выбирать главу Гонконга и сомневаемся, что нам дадут такое право, но отступать не собираемся. Сейчас протест находится в режиме стендбай. Выжидают и студенты, и власти. Посмотрим, у кого раньше закончится терпение. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер из Гонконга, Китай. Рубить сук, на котором сидишь, по-черкасски. Как местные власти умудряются пилить градообразующее предприятие, как мэр закрутил скандал, во что это может вылиться, наши корреспонденты из Черкассы. Градус достатный, он гоняет, но очень пересушивает воздух. Не сравнивать, конечно, с батареями. На улице плюс два, а батареи в квартире Ольги Бондаренко до сих пор холодные. Включают конвертер, но обогреть всю квартиру прибор не может. Холодно. И заболела первая я, а потом же, ну, и, по-другому, и дитину заразила. Вот так. Так что необходимо уже. Вод не поганый, я бы включила уже нам опаление. О теплых батареях жители города могут и вовсе не мечтать. По крайней мере, так заявил мэр Сергей Адарич. Все котельные, работающие на газе, опломбированы. Адарич намекнул, мол, виновата в этом градообразующее предприятие «Азот». Уже сегодня на это заявление отреагировали работники предприятия. Вышли на митинг пока только возле завода. Но уже завтра готовы отправиться и к госполкому. Если надо выйти, мы выйдем. Если нас завтра остановят, пойдем отстаивать свои интересы и перед городским головой, и перед губернатором. Мы працюем на том, что належит предприятие. Моя влада должна задовольнить и включить тепло за рахунок лимитов, которые выделяются в Черкассе теплокоммуненерго. Я даже не знаю, так сказать, если честно. Ну, какая представа? Крем-выборчая представа, я не вижу. Досталось Адаричу и от депутатов горсовета. Мол, нечего с больной головы на здоровую перекладывать. Во всех средствах массовых информации вы поливаете обод грязи. Где еще один мэр есть в Украине, который бы топил предприятие, которое содержит город? Где такого человека можно найти? Мне до кровли уже, если честно, досталось. И вот буквально несколько часов назад мэр резко меняет тон, будто бы ничего и не было, котельные запущены, лимиты на газ появились и в ближайшее время тепло пойдет в дома. Вот такие лукавства происходят тут, а правительство и видеть не хочет. Леонид Аборин, Николай Смирнов, подробности, телеканал Интер, Черкассы. Созвать акционеров силой. Почему менеджмент Кременчугского НПЗ игнорирует требования нефтегаза? Причем здесь цены на топливо и как государству вернуть контроль над Укртатнафтой? Расскажут наши корреспонденты. Они не собирались больше четырех лет. Акционеры Укртатнафты. Эта компания перерабатывает нефть. Свыше 40% ее акций принадлежит государству. Но уже много лет Кременчугским НПЗ руководит группа «Приват». Требования «Нафтогаза» о созыве собрания акционеров менеджмент Укртатнафты проигнорировал. Теперь готовится письмо к нацдепозитарию. Закон позволяет созвать акционеров таким образом. Вопросов накопилось много. Смена членов нафсовета и ревизионной комиссии. Сейчас формально предприятие убыточное. Но это благодаря нехитрой приватовской схеме. «Привату» удалось построить вертикально интегрированную компанию в области добычи, переработки и реализации нефтепродуктов. В рамках этой цепочки прибыль концентрируется на одном из элементов. В данном случае это автозаправочная станция. Там остается прибыль, а, например, перерабатывающие предприятия несет убытки. Мало того, что государство не получает никакой прибыли от работы Кременчугского НПЗ, так еще и утратило возможность влиять на ценовую политику на топливном рынке. В условиях возможного дефицита бензина есть несколько вариантов решения проблемы с уковток нафтой. От самых кардинальных, например, национализации предприятий до достижения каких-либо соглашений с «Приватом». О чем договорятся, все будет зависеть от того, насколько сильная окажется позиция «Привата» после предстоящих выборов. Это правительство строит канавы, ворует и транжирит народные деньги, идет на выборы и сидит в своих креслах. А вот долги, которые очень необходимы в бюджете, они прощают тем, кто их подкармливает. Примером договоренностей правительства и олигарха Коломойского стала ситуация с «Укрнафтой». В обмен на почти 2 миллиарда гривен дивидендов в госбюджет перед выборами правительство закрыло глаза на злоупотребление в «Укрнафте» в предыдущие годы и дало добро на присутствие у руля крупнейшей отечественной нефтедобывающей компании «Приватовского менеджмента». Оксана Григорьева, подробности, телеканал «Интер». Потребители газа могут пострадать из-за действий правительства. Еще вчера премьер призвал усилить контроль над «Облгазами» по расчетам с нефтегазом, мол, чтобы деньги не терялись и не расползались по чужим карманам. При этом умолчал о том, что должниками на самом деле являются теплокоммунэнерго и промышленные госпредприятия. Тогда как «Облгазы» по итогам прошлого года практически задолженности не имели. И то, что расходы их прозрачны. Третья – оплата технологических потерь, остальное – зарплата, налоги. Вот что нас ждет из-за ошибок правительства не только это мнение эксперта. Очень плохой вариант – это когда мы останемся без российского газа. Плохой вариант – это когда мы пойдем на условия «Газпрома», заплатим им долги, заплатим предоплату по 385, и по существу останемся в рамках тех контрактов, которые были подписаны в 2009 году. Контракты крайне выгодные для «Газпрома», юридически безупречные, и они, к сожалению, будут иметь силу. Изменить условия этого контракта через суд, либо путем переговоров, не получится. Единственный вариант избавиться от этого контракта, который позволил бы нам перезагрузить все отношения с Россией, это ликвидировать НАК «Нафтогаз». НАК «Нафтогаз» – это субъект хозяйств, который подписал договор с «Газпромом». Я напоминаю, что у Украины как государства нет гарантий перед «Газпромом» за выполнение обязательств «Нафтогаза». Во Львове сегодня горячий день для мэра Садового. У здания Горсовета акция протеста, а в местной прессе – изобличительные статьи. Причем обвиняют его в проблемах не сегодняшнего дня. В каких – смотрите. В руках у людей протестное ноу-хау – пластиковые бутылки с фасолью или мелкой монетой. Митингующие в дождь пришли к Львовской ратуше по разным причинам, но к одному человеку. До Садового. Мы только то добываем, чтобы наши рабочие места лишились на месте. Наш базар будет снесен. И место, которое нам пропонуют, неадекватно. Рядом с предпринимателями – жители района Сихов. Их любимый сквер будет снесен по решению мэрии ради строительства торгово-развлекательного центра. Спустя час выясняется, Андрея Садового нет не только на сессии горсовета. Его вообще нет во Львове. Колесит по стране, занимается выборами. Протестующие обсуждают – либо штурмовать ратушу, либо чем-нибудь ее забросать. Организаторы акции отговаривают. Не треба прийти, не треба. Не треба прийти. Нас начали узнать, рабочие места. Нише ничего не потребуют. Несколько акций. Деньги, да. Первая полоса свежего номера газеты «Ратуша» вновь посвящена львовскому мэру. В номере сразу два материала – о моральности городского головы и об очередных махинациях с недвижимостью. В пользу своей политсилы. Главный редактор издания искренне восторгается своим ньюсмейкером и называет Андрея Садового гением всеобъемлющей коррупционной системы, выстроенной во Львове. Масса нарушений, поводов для журналистских расследований. Люди, которые не знают внутренних действий, скажут «Да у вас такой мэр – просто душечка». Душечка, душечка. Мимикрия Андрея Ивановича уникальна. Он мог бы открывать школу Хамелеонев. И у меня вопрос к людей, не к Андрею Ивановичу. Может, у вас керевник такого уровня и влаштовывает? Не тот, кто решает вопросы, а тот, кто умеет под вас подлажтоваться. Под вечер стало известно, что протестующие под «Ратушей» все же добились своего. После того, оппозиционное к львовскому мэру большинство одобрило выделение нового адекватного участка для предпринимателей рынка и решило сохранить сквер на Сихове. И мэр Садовы тут оказался ненужным. Андрей Кровец, Константин Григорьев. Подробности. Телеканал «Интер». Львов. Белый дом снова атакуют. Как и кто пробрался на самую охраняемую территорию в Соединенных Штатах? Смотрите нас дальше, ведь это еще не все. Доска позора, чьи портреты принесли к Раде. С жиру бесятся в прямом смысле слова. В Бельгии третируют министра. Десять народных депутатов попали на доску позора. Прямо перед Верховной Радой. Их портреты вывесили активисты общественных организаций. Среди них Калетник, Яценко и другие персоны. Обвиняют их всех в коррупции. Считают, что таким не место в будущем парламенте. Ведь руки у них длинные. Дорога, деньги и пиар. Все это за счет государства в Ивано-Франковске. Кто хочет заработать политические бонусы в преддверии выборов, знает Татьяна Петренко. Это не дорога, это напрямок. Это просто маршрут. Полюва. Это улица, набережная, окраина Ивано-Франковска. Здесь не дорога, а сплошные ямы. Еще в июле в местном управлении капитального строительства решили провести тендер на ремонт дорожного полотна. Выделили 35 миллионов гривен. Выделение денег консолидовано с местного бюджета и с областного. То есть ремонт набережной происходит, я подкреслю, исключительно за деньги громады, города и области, а не чьих особенных. Выигрывает тендер некая фирма ПБС, бизнесмена и народного депутата Александра Шевченко. Сейчас он снова идет в Верховную Раду. С ремонтом тянули до начала выборов. Это чистый ВДПР, уверены местные жители. Для того, чтобы выкручить этот ремонт дорожного, скажем, с админресурсом, на этом пиарится кандидат в Верховную Раду, который, как мы понимаем, является представителем группы «Приват», который одновременно представляет и наша новая глава облдержадминистрации. Дождь, слякоть и болото – не помеха ремонту. Асфальт здесь укладывает прямо в лужи. Ремонт не можно делать на таком погоде, но все равно делать и нужно, потому что нам надо ехать. Кроме возможности попиариться на ремонте дороги, налицо и отмывание государственных денег. Ведь при выполнении работ технологию поменяли. Вместо 15-сантиметрового слоя крупнозернистого битума будет лишь 8-сантиметровый. Такая дорога продержится максимум год. В этой системе должен стоять стенд, что дорога выполняется за кошки бюджета. Повинно быть людям показано, что тендер выиграла такая-то фирма, которая запропонувала наступные технологии. Все до выборов очень хочется показать, а я очень переживаю, какой будет результат после выборов. Каким будет результат этого затеянного ради самопиара псевдоремонта дороги и останется ли безнаказанным разворовывание государственных средств, мы увидим. И после выборов тоже. Пенсии, опросы, зарплаты, инвестиции и молитвы. Кто о чем? Где были кандидаты? Что говорили, что обещали? Выборы смотрите. Вам ведь из всего этого выбирать. Пенсия как раз пойдет на квартплату. На что жить? Попробуйте прожить на пенсию в 1200 гривен. И оплатить за 600 гривен коммунальные услуги. Я от души желаю членам нынешнего правительства получить соответствующую такую же пенсию. Оппозиционный блок сделать все возможное для того, чтобы защитить этих людей. И при приходе к власти мы отменим эти драконовские постановления. Юлия Тимошенко молилась за Украину, за мир, победу и стабильность взорванница Сирнопольской области. За то, чтобы в Украине наступил мир, стабильность, чтобы мы могли спокойно работать, спокойно народжировать детей. Сегодня мы молились за то, чтобы Украина митно стала на ноги. Все в Украине будет добре. Сергей Тегибко на рыбкомбинате в Николаевской области говорит о соцстандартах. Их требует восстановить и разморозить зарплату бюджетникам. Если власть дальше будет проводить такую экономическую политику, если власть дальше будет решать все свои проблемы за счет населения, если власть дальше будет позволять себе нарушать демократические устои, в январе-феврале ждите очень серьезного системного кризиса. Потому что люди все это терпеть не будут. Владимир Семеноженко, лидер новой политики, в научный центр ездил ему на биотехнологии. Говорил о науке и о том, как она нуждается в государственном финансировании. Основным локомотивом роста для Украины должны быть высокие технологии. И технологии завтрашнего дня нужно создавать уже сегодня. Государственная политика наша должна быть направлена на то, чтобы научные знания превращались в реальное производство. О пенсионерах говорит и в Днепропетровске кандидат самовыдвиженец Николай Швет. Требует отменить пенсионную реформу и индексацию пенсии. Вы видите, что все правительство ушло на выборы. И практически на сегодняшний день нет ни одного коллектива, ни одной области, ни одного города, где бы обсуждались предлагаемые реформы. К сожалению, сегодня между правительством и людьми и обществом нет диалога. Международные инвесторы готовы прийти в Украину. После выборов, когда все будет тихо и стабильно, говорят на третьем форуме экономических инвестиций. Его провели Европейский инвестиционный фонд вместе с Институтом стратегических исследований. Мы договорились с фондом, что первый инвестиционный проект мы начнем в Запорожье, город, который сегодня находится в сложной экономической ситуации. И мы обязательно приедем туда. Я думаю, что проекты потрясающие, особенно в форте-франко-одесском регионе. Заработать деньги только можно в стабильной ситуации, в ситуацию законодательства, где инвестор не должен никогда бояться, что инвестор знает, что тут налоговая ситуация нормальная, что не будет вымогательства ситуации, не будет коррупции. И сегодня же движение «Честное вымерло» вместе с Институтом стратегических исследований провели опрос избирательских предпочтений. Спрашивали людей в Одессе, Харькове, Запорожье, Днепропетровске и Киеве. И вот результат их опроса. Блок Петра Порошенко почти 29%. Второе место «Радикальная партия Олега Лешко» почти 13%. За ней оппозиционный блок 10,7%. Остальные три места поделили Народный фонд «Самопомощь» и Батьковщина. Экзитпол дойдет и до села. Проводить будет аналитический центр «Университас». Там говорят, хотят, чтобы голос хлебороба услышали и на предварительных результатах выборов. Запросы на обойти собираются 10 тысяч селян и 170 участков. Ошибиться, говорят, в центре могут не больше, чем на 2%. Мы сможем показать более точную картину по сельским округам и тем самым снизить возможность искажения результатов на малоконтролируемых территориях, таких как в малых городах и селах. Анатолий Гриценко о земле говорит и о том, как ее покупать, продавать. В гражданской позиции против создания рынка земель. Говорят, об этом должны заявить и будущая коалиция, и парламент. Вся земля будет скуплена на фоне бедности людей колькими родинами. Те самыми, которые когда-то скупили стратегические предприятия, половину из них снищили, порезали на металлоном, избавили людей рабочих мест. Лише институт доводливал ее аренду с правом передачи в спадок. Результаты последнего на этот момент соцопроса Центра социальный мониторинг совместно с Украинским институтом социальных исследований имени Еременко. Если им верить, то у шести партий есть все шансы попасть в парламент. Блок Петра Порошенко набирает более 27%. Народный фронт почти 14%. За радикальную партию Ляшко 12,5%. Более 8% респондентов готовы отдать свои голоса за Бальхивщину и оппозиционный блок. На грани преодоления 5% барьера свобода и сильная Украина. Опросили более 2100 человек с 17 по 22 октября во всех областях Украины, которые контролируют украинская власть. Уверяют, что погрешность не более чем 0,5%. А вот что думают специалисты о готовности украинцев прийти и проголосовать за новый парламент. А готовы 65%. Есть уже и лидеры политической гонки, и конечно же есть аутсайдеры. Есть явный лидер на сегодняшний день. Это блок политическая партия, который называется блок Петра Порошенко. Она может набрать порядка 28-30-32%. В парламент пройдет политическая сила партии Бальхивщина, что в парламент пройдет оппозиционный блок. Есть еще 4 политических силы, которые не достигают по данным опроса 5%, но которые находятся очень близко. В каком партийном штабе откупорят шампанское, а где праздновать будет совершенно нечего, зрители Интера узнают первыми. 26-го мы вместе с социологами проведем собственный эксид-пол на выходах из избирательных участков. У нас с вами будут узнаваемые бренды. У нас есть логотип Интера, логотип Центра социального мониторинга, логотип Института социальных исследований. Они будут на бейджах у интервьюеров. Они же есть на этом ящичке, на которую должны проголосовать. Политкорректность в большой политике – вещь, конечно же, редкая, но возможная. О чем сейчас шепчутся в Бельгии? Имя какого министра у всех на устах? Подробнее София Гордиенко из Брюсселя. Мы украинцы, народ не балованный. Наши требования к министрам ограничиваются всего лишь какой-никакой эффективностью. А честные власти, имущие вообще сродни мифическому единорогу – предел мечтаний избирателя. А вот бельгийцы в прямом и переносном смысле с жиру бесятся. Их самый успешный министр и очень популярный политик Магиды Блок вызывает вопросы из-за своих более чем пышных форм. Что вы сделаете первым делом на посту? Сначала буду работать, а потом предоставлю отчет, как всегда. Госпожа Блок в предыдущем правительстве ведала вопросами миграции, добилась невиданных успехов. Нелегалов тысячами отправляла на историческую родину. У нее самый высокий политрейтинг – 70%. Кондитеры даже ваяют министра из Марципана. Но тут ее ведение отдали здравоохранение и подтянутые интернет-пользователи взбунтовались, мол, какому здоровому способу жизни может научить молодежь дама весом 130 кило. Но критики боятся в большую политику не ходить. Госпожа Деблок на злопыхателей и ухом не ведет. Ее полнота генетического характера – она с ней не только смирилась, но смогла и замуж выйти, и карьеру сделать – сегодня на все обвинения отвечает так же, как и 20 лет назад. Не важно, как человек выглядит. Главное, что у него внутри. София Гордиенко, Василий Трюшковский. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер Брюссель». До резиденции американского президента снова хотели добежать, но снова не получилось. И рекорд не побит. Все подробности у Дмитрия Еловского. Именно отсюда, с северной стороны Белого дома, начал свой забег 23-летний Доминик Десани. После недавнего скандала с проникновением в Белый дом другого злоумышленника, Амара Гонсалеса, охрану по периметру резиденции президента усилили. Говорят, Обама был просто в бешенстве, когда узнал, что Гонсалес добрался аж до живых комнат Белого дома. После того инцидента добавили полицейские барьеры, увеличили количество патрулей, да и главу секретной службы Америки Джулию Пирсон уволили. Но Адесани все-таки смог попасть на лужайку Белого дома. Там находится высокий забор с металлическими прутьями, высота гораздо больше человеческого роста. Вот как он смог перемахнуть через него, до сих пор непонятно. Наверное, смог бы даже добраться до самого здания, если бы на него не набросились собаки. Пока он отбивался от сторожевых псов, подоспел и охрана, которая его схватила. В итоге Адесанию заставили к врачам покусанного на собак ветеринару с следами побоев. Вот зачем он решил забежать к Обаме, до сих пор неизвестно. Оружия при нем не было, в радикальном исламизме как-то не замечен. Даже особой политической активности за ним никогда не наблюдали. Еще этот инцидент произошел на фоне стрельбы в соседней Канаде. Прямо в центре Оттавы, рядом с мемориалом жертвам Первой мировой войны, а позже и в здании парламента, Мишель Захав Бибол, принявший ислам канадец, начал вдруг полить из огнестрельного оружия. Он убил солдата почетного караула, а позже был застрелен полицейскими. Премьер-министр Канады Стивен Харпер находился тогда в здании парламента. Он заявил, что это был теракт, и именно так полицировали стрельбу. Позже он выступил с обращением к нации и сказал, что страну никто не сможет запугать. А сами атаки на госсимболы, конечно, безусловно, подрывают доверие к органам спецслужб, как в США, так и в Канаде. Вот тут все чаще звучит вопрос, зачем прослушивать обычных рядовых граждан, когда террористы продолжают действовать безнаказанно. Дмитрий Уловский, Никита Исайко, подробности, Американское бюро, Телеканал Интер. Хендмейт от Стива Джобса ушел с молотка. Японское правительство шокировало секс-вечеринкой. Просели как у сердечки, сделаем и не больно, но на деньги налогоплательщиков. Вот в Российской Госдуме взломали банкомат. Обо всем этом в нашем дайджесте. В Российской Госдуме взломали банкомат. Нападение произошло ночью. Терминал находился на 12 этаже рядом с буфетом, где нет видеокамер. Деньги не пропали. В интернете уже есть версии, мол, терминал лопнул сам после того, как его загрузили депутатской получкой. Служба охраны в недоумении. Ночью в здании могут находиться только депутаты и их помощники. Скандал в японском правительстве. Помощники министра экономики, торговли и промышленности и эти миадзавы тратили бюджетные деньги в клубе для сада мазохистов. И это во время предвыборной кампании. Нецелевое использование средств заметили журналисты. Всего на секс-вечеринку потратили страшную по японским меркам сумму – 216 долларов. Раритетный Apple ушел с молотка. Компьютер, собранный собственноручно Стивом Джобсом и его партнером Стивом Возником, был продан на аукционе за 905 тысяч долларов. Это редкая модель 1976 года. Первая из партии Apple 1. В мире осталось несколько подобных экземпляров. В 70-х такая ЭВМ стоила всего 666 долларов. Китаянка Тан Шен целую неделю прожила в ресторане быстрого питания. И все из-за расставания со своим бойфрендом. Работники фастфудок постоялись и отнеслись с пониманием. Девушка регулярно делала заказы и справно платила. Изначально Шен зашла перепустить куриных крылышек. Но потом решила обдумать свой разрыв с парнем. Говорит, неделя прошла незаметно. А вот это британское семейство живет на колесах. Дебора Телботт, ее муж, дочь, а еще кот, собака и попугай три месяца ютятся в автомобиле. Их дом в Южном Уэльсе забрал банк. После того, как женщина потеряла постоянную работу и семья не смогла выплачивать кредит. У соцслужб претензий к родителям нет. Дочь ходит в школу и все необходимое для девочки в автомобиле есть. В аптеку городка Ашнад штата Орегон пожаловал медведь. Полугодовалый хищник разгуливал между полками с лекарствами, пока его не забрал полицейский. Ранее медвежонга видели в гостинице. Туда он пробрался через открытое окно. Зверя уже отправили в реабилитационный центр, потом его отпустят на природу. Кота-гиганта отыскали в России. Максимус живет в Петрозаводске и весит 10 килограммов. Питомца выгуливают на собачьем поводке. Максимус, помесь мейн-куна и сибирской кошки, не только ловит мышей, но и охраняет дом, говорят его хозяева. Почтенные лорды и члены палаты общен обсуждали сегодня Украину. В британском парламенте состоялась презентация клуба глобальных украинских друзей. Это неправительственная организация, основанная ради дружбы и сотрудничества Лондона и Киева. Ведущие британские политики, юристы, экономисты собираются помогать нашей стране проводить реформы, бороться с коррупцией и интегрироваться в большую европейскую семью. Учредитель друзей Украины парламентарий Джон Уитингдейл давно возглавляет группу по сотрудничеству с Украиной и не смог бездействовать сейчас, когда наша страна переживает трудности. Цель глобальных друзей Украины собрать вместе тех, кто способен помочь стране решать нынешние проблемы, длительные перспективы реформировать политику, экономику. Здесь достаточно экспертов экстракласса, которые могут и хотят быть полезными. Вот такие сегодня подробности. Спасибо, что смотрели. До встречи.